Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем очередном влоге. Я, как вы видите, без макияжа. Кожа у меня ничего так нравится. Мне очень просто, она очень сухая. Сейчас мы будем делать макияж, наводить красоту и сяду снимать для вас мукванг. Мама приготовила очень вкусный, такой сочный, ядреный борщ, который я обязательно должна заснять. Потом планирую еще снять KFC или McDonald's, что-то из фастфуда, посмотрим, как дела пойдут. Так, начинаем мейк. Макияж уже готов, осталось только разобраться с прической. Очень нравится это тональное средство от L'Oreal, сейчас вам покажу. Частенько в комментариях меня спрашивают, что это за золотистые тени. Это Color Tattoo от Maybelline в оттенке Gold. А еще мне очень нравится вот эта тональная основа, она просто обалденная. Очень хорошо выравнивает цвет лица, в общем, 5 из 5. И такой у меня блеск от J'Adem. Вот этими вот средствами я уже пользуюсь на протяжении недели, каждый день. Мама приготовила очень вкусный борщ, как вы видите, он горячий. И его осталось совсем чуток, сейчас буду снимать мукванг. Девочки, время так быстро летит, это прям ужас какой-то. Сейчас уже время 2. Я встала сегодня в 8. Сейчас будем гладить. Вот, отобрала некоторые вещи. Где это самое главное, из-за чего я решила гладить. Я вообще обожаю гладить на самом деле. А все, почему? Потому что я ставлю себе телефончик, а там ютубчик, какой-то мукванг. И вроде бы мама проходит, и Айка работает вся из себя. А по факту я смотрю ютубчик. Еще я люблю делать порядок в своем шкафу. Я получаю просто кайф от этого. Опять же, потому что смотрю ютубчик в процессе. Мы всегда, всю жизнь покупали супер дорогие какие-то утюги от Бош. Но они спустя 2-3 года все равно ломались. Постоянно текла вода, и были проблемы. Потом как-то один раз мама зашла в магазин, в супермаркет самый обычный. И решила купить самый бюджетный утюг. Этот стоил 8 долларов, так скажем. 8 долларов за утюг. Это была просто смешная цена. И когда мама купила этот утюг, папа сразу сказал, ты что, с ума сошла? Нафига такой утюг нужен? Вся одежда будет в ужасном состоянии, обожжешь все. И ничего, этот утюг нам служит уже, наверное, лет 7. 7 лет, прикиньте. Так что раз на раз не приходится. Вот такую вот новенькую кофточку я себе купила во влоге, вам показывала. Так классный вид на пупок, как я люблю и все дела. Так классный вид на пупок. Так, погладила я аккуратненько, разложила. Сейчас будем делать порядок у меня в шкафу. Кое-что хочу выбросить из сумки, которые просто занимают место. От них нужно избавиться в срочном порядке. А еще, девочки, вы будете ругаться. Вы знаете, что я коплю на квартиру. И что я сделала? Я заказала 13 или 12 или 13, точно не помню, изделий из магазина Sunlight. Прикиньте. Я просто каждый раз, когда болтаю с парнем по телефону, я болтаю через наушники. И у меня в руках, значит, телефон и приложение Sunlight. Я там лазаю, мне что-то нравится, что-то не нравится. Кидаю в корзину, кидаю в желание. И, в общем, все это дело заказала. Умница такая-то. Вообще, я считаю, что золото это вложение денег. Да-да-да, я себя так оправдываю. Я обожаю ювелирные изделия. Бриллианты, золото. Я не люблю бижутерию. Могу объяснить, почему. Раньше, в свое время, я ее покупала очень много. С Алиэкспресс заказывала, но, вы знаете, были изделия, которые я даже ни разу не носила. Они потеряли свой цвет просто в шкатулке. Просто лежали в шкатулке, и вдруг я вижу, что они уже черные, и вносить невозможно. Я считаю, что бижутерия это очень неправильный расход денежных средств. Ну, конечно, каждому свое. Я никого не обвиняю в своей очереди. Я лично говорю в свою позицию. То есть, по идее, сейчас бижутерия стоит нормальная. Более-менее бижутерия стоит уже не так уж дешево, так скажем. Лучше уж вместо трех-четырех таких изделий, лучше взять одно какое-то золотое, либо серебряное, можно, изделие, которое останется вам на памяти, или будет переходить из поколения в поколение. Почему нет? И в трудную минуту вы можете это все дело продать. Пусть не за ту цену, за которую вы купили, но золото с каждым днем дорожает. Я покупаю бижутерию, но стараюсь это делать гораздо реже, чем делала это раньше. Раньше я вообще была помешана на всем таком. Вот в это кольцо я просто влюбилась. Здесь есть и видео, можно посмотреть. Ну, в общем, вы на мне тоже увидите его, потому что скоро я его получу. Оно стоит 9560, если возьмете самый маленький размер. Если возьмете чуть больше, то, значит, грамм меняется, и, соответственно, цена тоже становится чуть-чуть подороже. Красиво. Знаете, я проголодалась, решила еще один мукбанк отснять. Вот такой вот у меня образ. Сделала косички сама себе, получилось так себе. И надела вот эту вот кофту теплую. Еще, мне кажется, не хватает сережек. Заказала Макдональдс. Буквально с минуты на минуту все должно прийти. Так, вот таких вот два пакета. Вроде как я заказывала кофе, но мне почему-то кажется, что его забыли положить. Такой вот Биг Мак. Ох, красота. У меня настроение поднимается, когда я вижу, что мне пришло. Дальше здесь наггетсы. Наконец-то я не забыла про кисло-сладкий соус и указала его, потому что он бесплатно идет к наггетсам. Второй пакетик. А, нет, не забыли о нем. Тут, значит, чек. Доставка мне обходится 90 рублей. Хотя Макдональдс находится буквально в 7 минутах от меня. Ой, пролила. Немного пролила. Вроде как бы это должен быть латте, но нифига. Но горячий. Самое главное горячий. И вот такая вот штукенция, чтобы это все держалось. Мне почему-то кажется, что чего-то... А, есть, есть, вру. Вру, мои хорошие. Вот еще луковые кольца. Все на месте. Ням-ням-ням, пойдем снимать. Постаралась как можно аппетитно все это разложить. Получилось вот так вот. Вроде немного, но я думаю, как раз наемся. Вроде все готово, все хорошо, но мне кажется, под такой образ мне не хватает сережек. И вы знаете, даже был один случай. Я ходила на занятия по математике с девочкой. И она всегда была с очень интересными крупными сережками. И однажды она пришла без них. Я даже удивилась. И она сразу так посмотрела. Я сегодня без сережек. Сейчас пойду, говорит, надену. Я говорю, ты что, прикалываешься? Я реально подумала, что она шутит. Но она на самом деле пошла домой, надела эти сережки и вернулась обратно. Я была, честно, шокирована. Она шла недалеко от учительницы. Но все равно мне бы лично было бы влом обратно возвращаться домой, надеть сережки и вернуться. То есть я иногда не накрашенная приходила. Не обращайте внимания на вентилятор. Сейчас это не очень актуально. Это просто вентилятор. Мы, наверное, лет 10 назад его покупали. Просто жалко выбросить. Поэтому сюда так прикрутили, так скажем. Вот такие вот красивые сережки. Это бижутерия. К сожалению, у меня золотых сережек нет. В свое время у меня было пар где-то, наверное, 7. Но была сложная жизненная ситуация. И мне пришлось все, что у меня есть и золото, продать. И в то время, это было 4 года назад, здорово. Эти изделия меня выручили в трудную минуту. Тогда у брата были проблемы с ногой, со здоровьем. И срочно нужна была операция. И вот тогда я все это продала. И, кстати, выручила кругленькую сумму. Вот после этого нашу бижутерию. Сейчас только начала работать. Там уже возможность уже стала лучше. И думаю, что пока уже пора уже что-то покупать из себе любимой. Бабушка, скажи всем привет. Всем привет. Вот так вот, короче, я иду. Пока не темно. Я уже на протяжении 4 часов сижу и монтирую. И вы знаете, для меня это очень быстро, потому что я смонтировала одно мамино видео. А сейчас смонтирую свой мукпан, который я прямо сейчас и выложу. А этот влог вы увидите завтра утром, скорее всего. Но монтирую я не одна. А с вот этим вот пацаном. Смотрите, как лежит мой сладенький. Мой сладенький мальчик. Он тоже мне помогает. Морально, правда, но все же. И самый сложный момент в процессе загрузки это придумать название к видео. Вот я пересматриваю видео, вроде я говорю обо всем и в то же время ни о чем. И тут у меня возникает вопрос, как же назвать это видео. Просто макдональдс, мукпанк. Каждый раз я не могу называть видео. Просто по правилам ютуба это нельзя. То есть одно видео у меня уже есть. Мукпанк, макдональдс, наггетсы и все. То есть вы же не можете. Например, вы снимаете фильм. И снимаете его сериями, к пример. И каждую серию вы называете одинаково. Это неправильно. Каждое видео должно иметь индивидуальное название. К этому тоже могут притраться, кстати. Ну, в общем, не суть. Я сижу, думаю, как бы назвать. Вроде я говорю про жизнь, потом про еду, потом как я люблю пожрать. Что у меня куриная память. И какой вывод в конце. Не знаю, честно, не знаю. Смыла макияж. Буду сейчас сделать вот эту маску. Посмотрела, кстати, в чеке. Стоила она 340 рублей. Банька Агафьи называется. Сейчас сделаем и посмотрим результаты. Потом позже уже пойду спать. Масочку я сделала. Она прям, знаете, ржет лицо. Я немного промахнулась. Это какая-то освежающая маска. И такое ощущение, что у вас на лице мята. Прям щипят даже глаза. В общем, дурацкая маска. Мне кажется, надо было что-то брать питательное, увлажняющее. Вот. Сейчас подожду еще немножко, если смогу. И смою. И лягу спать. На этом буду завершать свой блог. Надеюсь, что он вам понравился. Если это было так, то ставьте лайки. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой канал. Всех люблю, целую. Пока.